И всем привет, с вами я, Леонид, и мы сегодня продолжаем играть в игру Warcraft 3, и это вторая миссия. О, ты как раз вовремя! Я отправил двух лучших рыцарей на переговоры с вождем орков. Они должны вот-вот вернуться. Проклятье! Эти орки никогда не сдадутся! Тогда в атаку и уничтожим этих тварей! Запомни, Артес, мы паладины. В своих поступках мы не можем следовать одной лишь мести. Позволив жажде крови затмить наш разум, мы станем такими же, как орки. Ты прав, Утар. Теперь, если у тебя еще остались силы, я хочу, чтобы ты возглавил эту атаку. Я? Ну, конечно! Я останусь здесь и буду охранять лагерь. Я не подведу тебя. Я знаю, мой мальчик! Ну, вот такой вот начал. А наш второй герой утром будет сбегать от этих башен до этих башен. Вам советую сразу в самом начале начать прокачивать эти башни. Но, перед тем, как мы именно начнем играть, я, пожалуй, немножко тише все сделаю. Потому что я посмотрел первую часть. Я сразу вам говорю, я немного заранее записываю. И, к сожалению, очень громко получилось все. Хотя охота, чтобы было именно так. Намного лучше, как бы. Ну, увы, где враг? Ладно. Да, казарм никаких нет. За счастье пока ломаем те коробки. Сюда пройдем здесь, поломаем коробки немножко. И после этого мы перейдем к следующему. Я служу свету. Которым я вам скоро скажу. Они получат, что мы сможем. Вот мы светок отличный ходим. Так, а у нас сейчас рабочий появляется. Почему я вам как раз и в прошлом видео сказал, что везде по-разному называется. И вот еще одна причина, почему нельзя сразу много отправлять рабочих. У вас на данный момент 4 рабочих. Вы сразу 4 рабочих отправляете на родник. И они вот так вот стоят и ждут, когда у них время пройдет. Поеду нельзя. Желательно не больше 5 рабочих отправлять на рудник. Иначе у вас будет, ну так, такое скопление рабочих немалое. Так, не шапилка тут работает. Я готов. Но нам, конечно, ничего нам не даст прокачку. Прокачку нам даст другое как разки сооружение. Но, к сожалению, сейчас этого сооружения нет. Но я вам покажу немного позже. Хорошо. Здесь у людей, точно. У людей постройки, которые дают пищу, это фермы. Они являются как домами для обычных, ну не хватает дерева. По факту. Ну и хорошо. Продовольствием. Хорошо. На данный момент я делаю так, чтобы он все постройки начинал сразу делать. Делать, возводить, и мы сюда проходим. Отличный план. За честь и отвагу. Мы рады встрече, добрый человек. Хочешь поохотиться с нами? И какая же дичь нужна гномам в этих лесах? Мы ищем черного дракона. Говорят, что его кровь наделяет клинок силой огня. Если ты поможешь моим друзьям, мы с радостью поделимся с тобой добычей. Пожалуй, огненный клинок мне не помешает. Драконы, которого мы ищем, зовут Сиренокс. Теперь он не уйдет. Вот это самая постройка. Называется на Кусе. Мы сейчас сюда идем. Будем как разки защищаться. А у людей есть замечательная способность, это тревога. К оружию, как разки. На 45 секунд. Да, на 45 секунд всех подготавливают к атаке. После этого всех возвращают к работе. Кто чем до этого занимался, тот и начинает дальше этим заниматься. Разумеется. Кузница. У нее четыре прихаточки. Есть это для мечников. Пехотинцы, которые у нас тут в колярме появятся. И для стрелков. На данный момент... Постойте ферму. А, точно. Ферм нет. На данный момент я буду, пожалуй... Да, пожалуй, атаку. Не хватает дерева. Ну, на это ничего не хватает. Ну, че страшно. Я служу свету. Так, ломаем посроки. Просто напросить пощадки. А потом пойдем дальше. За честь от вагон. Нам надо пройти сюда. Вам сразу говорю. Не стоит прям прям... Сразу вот такой армии небольшой идти. Вы ничего не сможете сделать. Четыре... Куда стрелять? Не нужно клачить с готового. Это прям... Мало. Ну, ты же должен все сам делать. Я служу свету. За честь и отвагу. Разумеется. За честь и отвагу. Как вы видите, бойцы ближнего боя... Немножу атаковать летучих бойцов. Ну, это, конечно, ожидаемо. И понятно даже почему. Я хотел еще сюда сканить. Поэтому я туда и иду. Чего? Вот. И еще одна волна. Подходит к краске. Поэтому мы ими войска иду туда. Давайте, пикатиньцы, нанимаем золото. Да, господин. Постройку. Делай еще одну. Свет дает мне сил. Понятно. К оружию. Опять к оружию. Все должны пройти к оружию. Наш герой должен спасать. Немножечный бойцов. Все. Всякие после пикатиньцы сюда отходим. Казарный сюда вставляй. Свет дает мне силу. Тоже сюда. Ну и мы скоро пойдем заниматься другими вещами. Да. Сейчас этот рабочий заказчик делать одну ферму. Ставлю ему сразу еще одну. Да, кстати. У орков нельзя одну постройку несколькими рабочими делать. У людей это возможно. Готов. Вот я вам сейчас так скажу. Вот один рабочий и идет сразу второй. Но у вас ресурсы из-за этого идут намного быстрее тратиться. Поэтому палка с двумя концами. Вроде как хорошо, а вроде как нет. Как это так? Так, четыре. По имя правосудия. А у меня тут так. Хотя не нужно кланяться. Ну четырех дней. Я пожалуй одного выберу отсюда. Поставлю еще одного стрелка. Это все связано с этим дополнительным заданием. Только из-за этого дополнительного задания я буду еще одного стрелка делать. Сейчас я сделаю еще одну ферму. Здесь мы делаем. Не хватает золота. А, не хватай денег. Хорошо. А сейчас мы там будем прокачиваться. Я служу свету. Давайте. За моего отца. Куда иди. Ломай эти коробки. Они получат. Слух приказать заслуга. Вот еще одна вещь интересная у нас. Где враг? Лечебное зелье. Но это лечебное зелье мы немного позже будем использовать. И тут все пустота. Разумеется. Отличный план. Так. Закончил ты. Что приказаний? Возводи там. Быстроить лагерь. Задание основное выполнено. То есть все, что нам нужно было возвести, мы сделали. Следующее задание еще неизвестно. Но скоро нам должно стать известно, какое должно в следующем быть в нашем задании. Я сейчас получаю еще одного салута и пойду туда. Глупец! Демоны придут с небес, и этот жалкий мир сгорит в огне. Так говорят колдуны из клана Черного Камня. Да, эту песню я уже слышал. Вас орков ничего не учат. Это был только призрак. Проклятие, чего они добиваются? Близится конец света. Пусть эта жертва смягчит гнев демонов. Безумные твари, вам никогда не уйти от... Убить орков! Уничтожить их всех! К большому сожалению, это невозможно остановить. Они так или иначе, все равно умрут. Все будет связано с тем, что... У вас задание появляется в тот момент, когда шесть пикатинцев одни воружу свету. Пройти стрелков от них набирать, это не бренд, вы не сможете. Это невозможно. Постройка не завершена. Можно и возможно, но... Я не думаю, что у вас получится пройти, не потеряв тех трех людей, потому что это изначально так записано в программе. Так что вы их теряете. Ну да, ладно. Так, а приходим сюда? Делаем прокачку. Не хватает дерева. И да, нам не хватает дерева. Выбираю всех рабочих. Блин. Под клаву попало. Попал провод. Сейчас все. А то я отсчет сидел. Дергал, дергал мышку и никак не мог понять. За честь этого этого не было. Отлично. Вот еще один дракончик. По-хорошему, нужно, конечно, использовать только охотников, стрелков. Но здесь есть маленькая причина, проблема, из-за чего я не использую их. Разумеется. И вы скоро об этом узнаете. Отличный план. Вот он, это не тренок. Осмелились просить мне вызов. С каждым поколением смертные становятся все более. Так, вот этот стрелок у меня. Скоро подойдет. Теперь мы отнесем его сердце гномам. Отличный план. Отличный план. Я делаю вот так вот. Разумеется. Сердоксу. И охотникам отвожу. Чего? Отношу сердце. А потом эту башню сюда. Делаем стражевую башню. Но это тоже ожидаем. Здесь башня готова. Но здесь мы начинаем потихоньку еще снимать бойцов. Это на будущее. Но. Не нужно кланяться. Я берегую ваше оружие. Отныне оно будет разить врага огнем. У нас было от 30 до 40 единиц атаки. А теперь из-за сферы огня у нас на 5 единиц повысилась атака. Отличный план. Мы пока сюда пойдем. В эту часть. Постройка завершена. Замечательно. Чего? Выйдет сюда работник. Мои имя про вас у нас один спешит. Робина. Ну ладно. Я делаю вот так вот. Флажок ставим теперь сюда. У нас сборный пункт находится в той части. Свет дает внизу. Находится в этой части в одной простой встрече. Разумеется. Если мы сейчас немножко выше пойдем, мы увидим два флага орг. То есть отсюда эти орки как разумеется идут. Но я сейчас на них не иду. Я пока сюда в бок отхожу. И буду заниматься другими вещами. За честь отваги. Бьем дальше отлично и встречаем гнолок. Которые нам дадут прокачку небольшую. И что там? А еще могут дать его запросить пощаду. Вот дельмана, например. Конечно, дельмана мне пока не нужен. Потом нужно использовать их. Ну да ладно. Отличный план. А потом сюда переходим. И вот войска, которые должны были пока ровно светлые камни. Поселение моё и начать его уничтожать. Но они не хватает золота. Не хватает золота. Нанимаем еще одного рабочего. Туда отправляем. Ну что, кого-то спасать надо. Вот этого спасать надо. Погибает он. Все. Неплохо. У нас еще один на 40 килограмм. Они вообще должны сами восстанавливаться. Не нужно сладиться. Со временем. Конечно. Но должны. Разумеется. Приходим в этот участок. И будем там ходить. И нападаем на этих мурлаков. На этих ядовитых мурлаков. Мурлаки? Здесь? Наверное, их лагерь где-то неподалеку. На кого-то яд наложили. Поскольку Даша. Если он сразу упал, значит на нем какой-то плохой навык лежит. Что приказать? А как он сделает? Срелки отходят у нас, потому что им не очень хорошо будет. От этого яда. Им неприятно становится. Наш город осаждают. Согти. И идем сюда. Сразу идем сюда. Отличный план. Пойдем. Ну, тут все понятно. Идут те одного бойца. Вот этого бугара. Обидно. Я, конечно, пехотинца одного потерял. Скорая стрелка идет. А, нет, пока я не потеряю. Слава богу. Все, добиваем. Добиваем последнего. Ломаем вот эту подстрою к Урэмску. В деревне. Я служу свету. И, по возможности, я еще восстанавливаю некоторых. Наш герой убивает противника. Ну, и пытается еще спасать меня. Ну, конечно, не идеально получается спасать. Это, понятное дело, почему. Все-таки противника тут немало. И в разных местах разные бойцы в разном количестве их бьет. Не хватает золота. Ну, в принципе, все. Мы одолели. Вот это спасать. Спел. Ну, может, не успеть он его, спасибо. Да, он его не успел, спасибо. Мана кончилась. Так, вот это мы билим. Потом. Ну, вот это он-то подключается. Тим. Замоеваться. Замоеваться. И потом на того, что он-то охотник за головами. А поздно только на бугай. Хорошо. Потаем как этим. Все. Да, иди. Замоеваться. Здесь я сейчас скажу, не дайте ему ломать все пакеты. Просто на вас будет, например, показаны страстные перцы. И все. Ну, и если вы будете туда бойцов управлять, не хватает золота. Банально будут там стоять. Я, пожалуй, не буду много пехотецов покупать, поскольку... Не хватает золота. Здесь маленькая причина. На нашего парень не стоит много... Не хватает золота внимания. Не нужно класть. Мне тут и так дофигаешься. Просто стрелки от меня на расстоянии. Атакуются. Стрелки. Отличный план. Они могут через пехоту стрелять. А вот пехота, она не может сражаться. Разумеется. Нет, это так вот. Значит, конечно. А, тоже. Перед этим я служу с Аркаса. Пойдет, наверное, сюда. Ту часть. Я не помню. Это работа. Здесь вроде сражи. Нет. Зелень. Будет. Квою готов? Парашу. Натем на паспет. Дает мне силу. А в той части должен какой-то другой предмет быть. Примерно. Есть. Ну, мало. Не хватает. Все нанимаем. Что прикажет. Рылок. Давай. Рожди. Иду. Где враг. Или, разумеется. Монеты. Отлично. Я его забрал. За честь и отвагу. По-быстрому сюда гоняем. Здесь у нас, значит, бойцы, сами что прикажете. Сражаться вроде. Ты у нас пока отходишь. Пока немного восстанавливаешься. Что прикажете. А вы толкой начинаете атаковать эти угоев. Так, так забирайся. Лечебное деле и отречуете назад. Спасать свои кони. Который здесь находитесь. Ну, в принципе, все. Я могу уже идти вперед дальше. Будет исполнено. И вот на вот этого замечательного персонажа нужно как раз немало пехоты. Особенно стрелков немало. Потому что они предоставляют немало сомневаться. Немало опасность. Да, ваш броди. Только из-за этого. А еще мы берем казарму. Продолжаем. Найм. Не хватает золота. делай воинов тут, чтобы они находились. Ты еще живи, ты мне нужен. Не лук хватится. Видите, все одного от того бойца. Эх, покатинка не сможет спасить. Сверх дает мне силу. Вот этого спасать. Бей. Все-таки это ждал. Само его отца. Да. Когда он разделяется, то в таком случае каждое КП будет одинаково у клонов его. Само его отца. Ну, правда, тяжело понять, копия или не копия это. К сожалению. Отличный план. Я не копию убил. анастоящего мастера клинков. исправился, мой мальчик. Люди запомнят эту победу. Не знаю ухтар. Орки приносили в жертву крестьян. Похоже, они пытались призвать демонов. Орки цепляются за старые традиции. Мы победили их демонов давным-давно. Возвращаемся домой. У нас был тяжелый день. Ну, как-то так. Вторая миссия не такая тяжелая. Хотя, что тут удивляться. Вторая миссия разгадились пусть я в фиолетовых садах далораном. Ты должен быть умнее, чем король. Конец близок. Я уже говорил тебе, что не желаю слушать эту чушь. Значит, я попусту трачу время. больше не нужно прятаться Джайна. Он улетел. Простите, учитель, я услышала ваши разговоры и... Я и рассчитывал на твое любопытство, дитя. Эти глупцы убеждены в том, что наступает конец света. ходят слухи, что в северных землях свирепствует чума. Вы думаете, это болезнь порождения магии? Весьма вероятно. Вот почему ты должна отправиться туда и найти причину эпидемии. Я договорился о том, что тебя будет сопровождать один человек. Да, учитель. Я сделаю все, что смогу. Не сомневаюсь, дитя мое. В добрый путь. Глава 3. Происшествие чумы. Неподалеку от Королевского тракта, тремя днями позже, Артес и его люди ждут посланника Кирин Тора. Принц Артес, мы ждем уже несколько часов. Вы уверены, что ваша знакомая все-таки появится? Уверен. Джайна всегда немного опаздывает. Мы должны помочь ей. Уберите меч, капитан. Она сумеет постоять за себя. господа, я рад представить вам мисс Джайну Праудму, воспитанницу Кирин Тора и самую талантливую волшебницу этих земель. Похоже, ты не потеряла своей хватки. Рад тебя видеть, Джайна. И я рада, Артес. Давненько меня не сопровождал сам принц. Да уж, пожалуй. Кажется, нам пора в путь. Насколько нам известно, чума зародилась к северу отсюда. Мы должны осмотреть все поселения вдоль королевского тракта. Основные задания смотреть и окрасности деревень. Артес не должен погибнуть, так же как и Джайна. Ну, это стандарт всех заданий, если вас нет поселений. Где враг? Используйте заклинание Дух Воды, чтобы призывать на свою сторону могучее воплощение одной из четырех первоснов мира. То есть Дух Воды, который сражался с Оггером. Вот этот. У него есть определенное время. 60 секунд он действует. То есть минут. Разумеется. Но я думаю, это не настолько серьезно. За честь и отвагу! Принц Артес с мостом что-то не так. Ну, прям, разумеется. Интересно. отличный план. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу! Милорд, какие-то твари разобрали дальний конец моста. Через реку можно перебраться другим путем, но это довольно опасно. Ну, как-то так. Разумеется. На данный момент отлично его право. Конечно. Потому что проход только с той стороны находится. Разумеется. Отличный план. Конечно. За честь опережем их все. Разбойники, спасайся, кто может. и вроде как ничего не произошло людей никакой. Что у нас произошло как раз? То, что пришли разбойники и начали пытаться убивать все. Пока у нас все неплохо получается, мы никого не потеряли в потек и никто сильно не поджаривает. Свет дает мне силу. Разумеется. Так, здесь вроде отличный план. За честь и отвагу! Если нет, проходит в разумеется. Даже если есть, то за честь и отвагу! Да, конечно, лесом закрывается. За честь и отвагу! Спасибо тебе, храбрый воин. Прими это в знак моей благодарности. Конечно. Разумеется. Разумеется. Возьмет отличный план. Милорд, неподалеку находится древний источник. Согласно легенде, его святая вода способна исцелять раны. Это может нам пригодиться. Вот как краски пропал. Дополнительное задание найти источник жизни. Вот он, самый источник. Есть таких два источника. Источник жизни и источник маны. Разница небольшая в них. Они два одинаковых источника различия свет свет жидкости. Просто один как вода получать второй фиолетового света. И тоже также проливает конечно отлично на источнике жизни. Ничего нового. Конечно. Призываем дух валить. Потому что это дополнительный домаш. По противнику и нам намного легче будет и дотерей избивать противника. дополнительный домашний помешает. Ломаем за мою островку. Смотрим что будет выходить. Разумол от силы. Я правда не помню что он дает села. Не мешай не думать. Повышение сил. Свет дает мне силу. Это вечный план. Я пожалуй сделаю вот как потом на джайне я тоже делаю на правую моб если вы нажмите на вещь то в таком случае из предметов вы сможете выложить убрать как раз у любых призванных существ имеется полоса времени которые могут существовать даже не знаю тут особо не нужно кладиться героя которые могут конечно больше никто за честь нападаем еще на разбойников это может нам помочь на повышение как раз кем на своем герое нашего арка не нужно кладиться да есть заклинание которое бьет противника по площади вот это заклинание как не делать попозже ненавижу ненавижу вам антировки для ненавижу насилие дальше по дороге ненавижу насилие и палат не забываем сама свиток защиты его не забываем а то мы можем потерять еще бойцов звучит неплохо проходим вперед скелеты уничтожить их немедленно ну да мы уничтожаем и вот тут у нас есть подкрепление дополнительные войска которые к нам пришли свет дает мне сил точнее к нам пришли они изначально были но присоединят нам ничуть позже обидно что один погиб что это за тварь сержант нежить милорд вся деревня словно обезумела мы старались защитить жителей но кажется мы нашли корень секса где враг но эти как раз разумеется один здесь под моим контролем вам советую опускать щиты когда вы движение какое-либо делаете все связано с тем что корость у ваших бойцов уменьшается очень сильно уменьшается спрос за честь и отвагу конечно вы чуть ли не в два наверное раза медленно идете разумеется ну да то что благодать может как спасать так за честь и отвагу и убивать разумеется это заклинание двумя концами для живых это помощь отрион не вовсе это раз то есть ты можешь либо своих спасать ищите либо убивать снежек один звук вариант хотя нет я пожалуй защиту на данный момент разрушу поскольку защита это нам но и тут еще немножко скили должно быть это и есть тот источник о котором говорится в легенде любой кто испьет воды освещенной божественным светом обретет исцеление отличный план сейчас все вместе подходят у него нет определенного количества персонажа который может использовать сисочек он просто на всех действует на всех живых на нежить я не помню вроде тоже действует положительно только раненых бойцов к источнику отправлять их ну хотя можно и здоровых разумеет на них просто накладывается баб конечно лечение но если вы с кем-то сражаетесь не забывайте на противника тоже будет накладываться отличный план и у вас битва у из разуме коза тянется очень сильно за честь и отвагу кажется будто вся земля вокруг амбара пропитана смертью как ты думаешь может ли это зерно быть заражено чумой надеюсь что нет на ящиках печать андорала торговой столицы северных земель я даже представить себя боюсь сколько деревень будет охвачено эпидемией если зерно действительно отравлено ну и нам сразу агрессивная становится посоль и мы ее должны сломать разум взглядом и замоеваться по-моему ящики замоеваться какие-нибудь интересные вещи отличный план проходим вперед разумеется где находим межисть вот эти персонажи некроманты имеют здесь немножко поднимать течо бойцов отличный умер есть вероятность того что этот некромант поднимет бойцов и у вас дополнительные камеры нет не только вот это а то все в одной не так давай еще полечим самоеваться если сейчас чародей использовал бы заклинание поднять мертвых то у него отличный трех бойцов понелось сразу 14 лет разумеется один труп вроде два скелета честь и отвагу конечно немножко неправильно честь и отвагу конечно отличный план за миром мы жрецы из кель таласа пришли чтобы исцелить эту землю мы высоко ценим великодушие эльфов земля вокруг второго амбара тоже заражена злом мы заглянем туда целители это же добрых богов осуществляет магическую поддержку наступающих или оброняющих войск изначально он владеет заклинанием исцеления в дальнейшем способен выучить духовное плане и рассеивание вот рассеивание чар рассеивание это все заклинания наложены на войска в указанной области то есть небольшая есть область а рассеивые все вроде плохие ваша боль только плохие заклинанием если там будут должное отличный план сейчас сюда мы конечно за честь во что это вы стреляете разносим по костям этих чертовых скелетов сэр горящие деревни прямо тиши и ты мне нужна ваша помощь нужно уничтожить амбар на окраине деревня я конечно понимаю вам там замечательно хорошо что они получат пожалуй у меня войны скоро помрут ну и все идите дать лук сейчас за отличный плаченого пойдем джайна будет играть ну и пойдем дальше убивать остатки врага те кто на туме укажет давай убей его скелетик этого этого нагло скелетика хороших от вести на так не убит разумеется отличный план и нам скоро разумеется придется дух вызывать для дополнительной атаки отличный план ну пока никого мы не видим пока никого не встречаем мы раскрыты братья уходите и продолжайте действовать по нашему плану увы я не могу остаться с вами меня ждут дела кажется это создание собрано из кусков разных тел давай сначала убьем его а потом будем рассматривать но как-то так поэтому нам звучит не плажала придет все-таки гулкова не обязательно это только поддержка на так же по вашему выбору хотите вызывать хотите отличный план но просто у него много кп тысячи восемь и вы его долго будете пытаться ковырять атак я возвращаю жизнь твоим советом сейчас будем вот так ну и у нас займите давай мангел нужно уничтожить этот амбар ненавижу насилие ты сам ненавижу ничего и не должно быть ты сам напомнишь потом мы не сможем уничтожить ненавижу насилие к сожалению ты сам напросился ненавижу ты сам напросился а ты чертаешь вас катинице свет наезд неси обнаглел то что что это было и кто этот маг в черном думаю некромант наверняка это чума его рук дело готов поспорить что мы встретим его вандарале там мы найдем ответы на все вопросы но вот месяц закончилась на этом вполне неплохо глава 4 культ проклятых на следующий день неподалеку от андерона смотрите это прислужники некроманта что они делают с рудником нет времени выяснять в атаку проклятие на этих людишек они посмели вмешаться в дела нашего повелителя разобьем лагерь здесь пока вокруг шныряют прислужники некроманта я не пойду внутрь без подкрепления я тоже полностью с тобой согласна но пока андерал нужно смотреть а после что-то доделать но на дан момент мы делаем посройки все и начинаем потихоньку нанимать еще армию ну еще и дополнительных рабочих я пошел казарма ратуша и одна пока ферма изначально давай побыстрее фермы довольно быстро делаются и это не может не радовать я конечно не против было отправить этих работников на помощь других постройках но я не могу это особо делать позволить тебе это не слабо ударить по деньгам потому что по экономике чего только из-за этого я не хочу делать еще одну ферму развожу да господин да работа готова ну ничего страшного у меня пока работник готовит все а после мы пойдем как раз заниматься золотом древесиной пока я ставлю паузу поскольку без ратуши мы ничего делать не можем хотя 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 не обязательно сейчас еще ставлю одну ферму один работник сразу пойдет дерево добывать второй заканчивает ферму делать а вот наши герои сейчас я могу помочь гулять около нашей по имя право сну небольшой крем мини-поселение за честь и отвагу как там ничего интересного сюда мы идем за честь и отвагу да здесь отличный план разумеется ночные полу получат по заслугам так лесопилка возведена и работник сразу пошел в лес лесопилки появились две вкладки обработка камня повышает защиту и увеличивает запас прочности людских построек и улучшены топоры увеличивают количество проектины приносимым рабочим на 5 единиц пока постройку делаю а после буду другое вот этот рабочий идет круднику мы сюда оставим еще сходим с одного пока чем могу помочь вот этого спасать от лет дамы друг потому что они не составляют они просто не составляют большому сожалению не сходят давайте ватт я не жалко кем а я служу свету ты не должен умереть ты у меня не должен вообще не против их лично его все живой он живой свет может не рад конечно теперь все остальные на работу идут занимать своими делами исследование завершил не хватает золота покажите цель не туда пускай идет занимаешься дальше добычей золота что приказывает сюда ратуша не пока ожидает еще золото и мы купим еще дополнительных работник я пока поставлю базу подобывая небольшое количество денег да в принципе ресурсов и я к вам вернусь это не все нужно для того чтобы улучшить наше поселение но готово вроде как немного подготовил хорошо если я ничего не могу делать но тут я делаю крепость и я служу свету героев и отложу сюда я сейчас набрал немножко армии но я еще немного пехотинцев делаю сюда поставлю возвел специально сражевой башни для дополнительного дамага по врачским бойцам для поддержки если они начнут сливаться для чего я сейчас крепость делаю для того чтобы мне возводить две постройки это храм истины и мастерскую мастерская без кузницы крепости не может быть а храм истины без крепости храм истины не дает целителей мастерская мастерская вот 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 эти продавцы поедают чтобы каждый умер только они которые погибают можно считать даже на тот момент я тут что мне не очень многие играть сама игра темпы игре потому что медленно стоит побыстрее делаю там пайки хотя можно среднем все для меня это было бы нормально но для вас это я думаю не очень такая вот скорость на самом деле игре там это это самое тут наш два кера разумеется построить отлично вершина за честь отвагу разумеется ищем бани для нас возможны места отличный план что мы будем делать дальше что здесь устраиваем все еще пикатинцев на нас напали ну можно еще башенки возвестить хотя да чего я пожалуй еще башенки возведу опять ты у меня освободился и ты у меня будешь делать башню ну да я пошел ты поставишь это мая правосудие теперь я не помогает сама сама его отца хотя не там ломают постройка завершена айлана отличный план дает не кладем за честь и отвагу ну ладно место кончилось разумеется лавка гоблин лавка гоблинов позволяет покупать определенный вечер да господин не все можем брать к сожалению но это не я тут здесь следующего работника который освободится и начнет делать приказаний кран истин я пошел для нас ты делаешь кран истины свет дает мне сил нанимать бойцов я действительность которые будут спасать нас дальше в будущем особенно нахуй у нас минус агиваться вот жду приказаний а ты у нас будешь кузницу строить потому что кузнице нам нужно выбираю все башни и сразу ставлю на прокачку вас чуть-чуть вперед что приказ себя назад да ваш броди себя тоже назад чтобы не что приказывать особенно эти чародеи из вас скелетов это забавно где враг дополнительные проблемы для нас за честь и отвагу дополнительные проблемы никто всегда не хочет иметь конечно за честь и отвагу о мосик сломанный ну ладно сломанный сломанный конечно для меня это не настолько важно разумеется для меня важно то что где я могу дальше покачаться и где я возможно смогу еще получать деньги отличный план прибыль так поздно галим и я делаю вот так опять на определенный постройка завершена ты у нас не скоро кузнице делаешь поэтому ждем тебя целители сразу сюда оставлю да господи заканчиваешь делать куриц замечательный он у нас закончит когда я лук на линца на линьце на линьце 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 работают как разки для наших оружейных расчетов ну я пошел оружейные расчеты у нас появляет еще принимаем крылков линьце давай туда сради вы закачиваете оба это замечательно убиваем сначала чародеев после всех остальных убиваем сначала чародеев потом остальные потому что дополнительные скелеты убийства не бою готов убийства я буду отходим отходим назад назад отходим у нас уже почти все пехоты так точно опять как скажете да мы как-то неправильно я вам так скажу не нужно разумеется ну ладно так здесь все здесь не хватает дерева но мастерская заканчивается построить готова не хватает дерева сейчас ферма не хватает дерева еще одну хорошо да я служу свету не нужно кланять больше ничего нет ну ладно отличный план тогда сюда идем в таком случае мы пойдем в ту сторону разумеется еще одному за честь и отвагу исследование завершил личный план никто не изучает обиду за честь и отвагу отличный план кто-то кто-нибудь ранен целителем пытаются спасти всех но малоэффективно подъем давай вот так вот сделаем чем могу помочь уже исследование завершить у нас отходишь и делаешь еще одну ферму хорошо еще один не хватает дерево сделаем по добыче есть небольшого количества дерева где враг не мешай мне думать разумеется так пока ждем они получат москва и денег мне уже не нужны особо в основном дерево ждем здесь не хватает дерева будем сейчас делать прокачку тоже не хватает дерева да да я понял я понял то что тебе не хватает дерева да мой друг готово все ферма возведена вроде как почти все нужно постройке но я пошел свет дает мне сил боевой кокси плюс 3 за честь и отвагу потом ты нас исследование завершено он использует отличный возьмет никуда класть а потом ты возьмешь кокс ты пойдешь туда да на меру ты кроме есть тебя стучат убивать кто не давай назад ай проблемы появились но такой волнуйтесь как немножко тяжело воевать без героев особенно когда мана закончил вот это особенно тяжелее а увеличим производство 3 стим добычу не хватает дерева и ждем еще немножко твой уголов не хватает дерева сделаем прокате я служу свету встаем сюда кто-нибудь ранен и целители много назад ответ дает мне силу она пехот вообще нет замечательно великолепные я вам так скажу я возьму одного работника сюда оставлю и он пойдет со мной вперед в ту часть и будет заниматься интересным делом а именно возведение сражевых башен для атаки чуть позже он будет возводить мне казармы и все остальные побочные за этого не завершил право для того чтобы слушать его не завершено чуть бы разумеется сражаться с пронежником само его за рубили этого и по идее она не должна образуме погибнуть только по идее опять работа ты у насаешь я пошел ставлю сюда башню склеп здесь находится давай сюда беде и армию еще пехоту и еще стрелков как скажете пехотинцы дополнить рода подъем не хватает золотой рудник скорой заказать обидно но у нас имеется 2 там дали вот чего а это не можешь не радовать здесь нельзя за вашу такой я дровесина да да вот что дровесина имеется хорошо и будет иметься потом попозже немножко 55 и все 7 должно быть сейчас один работник приносит 15 дерево а это очень хорошо да мой друг давайте летим сюда приступаю больше цели это исследование завершено артас что не попадать и враг все готово молодец делаем стражевой башни потихоньку на всех конечно не хватит провести нас ресурсами но я думаю это не проблема сам главное немножко не продолжаться с золотом а то чтобы золото хватило на это что потому что если не хватит придется от этого родника к этому тащить золото а это долго это будет очень долго ну что вы просто понимали я вот так давно работа туда пошел сколько время уже какой буду они на лужу съем а не погибает у него может быть ты не можешь можешь тебя должны выходить давай бегать сюда ты должен жить все в этом не на вперед все вперед все к победе убиваю норлотер потом целителя спасаю целителя я не взял еще одного чародея пехотинца который я не взял спаси чародеев сливаем чародеев целители спасаем обрушился убиваем те ладно пускай они сами разбираются там еще двух целителей и чем хватает много пехотов опять работа и денег уже нету а нет денег по той причине что мне надо грязь и здесь понала наладить сама его идем уничтожать укажите цель один рычаг открыть огонь и что же слепы не нужно плотно смех атаку смех как тебя спасаем джайна еще тут как забывай где-то у тебя убиваем их теперь я тебя на свой хлеб после склепа я буду развиваться на конечно хотя нет они получат насоса вот эти бойцы так вот сюда и будут ломать те стопы юбис промаха туда дальше чем могу помочь всех вперед победе всех победе должны на нас напали нанимаем еще больше войну пытаемся по крайней мере занимать укажите шаль я иду ломать эту башню моим башню пока нужно вызываем ну и все не нужно клавицы ну и на этом сказать не опалку какой тебя слабончик два героя идут ломать башню укажите один отчеты ломаете что пригоним юбис промах нет вот это ломаете я зайду найдете потом я служу свету а 3 давай так ладно главную 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 его лечит свет дает мне силу да мне придется тоже его артисом лечить теперь я действительно ломают башню лавню где отлично отдаем его ломаем эту патрульку потом патрульку быстро завоеваться убиваем вот этого работника теперь я действительно вот их ну и остатки проживших басов конечно ну и хлеб заодно поздно просить пощадку а если чёртки умерли так скажем давайте сюда там важнее быть бродолаг убегает последний бродолаг я служу свету возможно разумеется из-за этого поселения конечно все ломают главную башню прежде чтобы они ничего не могли хочет сделать моим бойцам ну а потом у нас хлеб переходит даже так да господин опять работа я даже не знаю сможет ли он его победитель не хватает золота ну ладно сейчас мы устроим боевую тревогу как оружие всех у нас бойцы появляются а после пойдем убивать убивать этого врага прощать по имя право остатки разумеется теперь я действительно постройку и все конечно за честь и отвагу самого поселения и наблюдаем интерес личный план поселения я служу свету свет дает мне силы приветствую тебя вновь дитя я гелтузет хочу предупредить тебя оставь это дело твое любопытство тебя погубит это чума твоих рук дело некромант да это я приказал последователям культа проклятых распространять зараженное зерно но идея принадлежит не мне о чем это он я служу Малганусу его горающая плеть очистит эти земли и здесь раскинется царство вечной тьмы не уточнишь ли ты от кого он собирается очистить эти земли от живых конечно его план уже начал исполняться если тебе нужны доказательства загляни в стратхольм ну и он убежал от нас как обычно самоеваться идите дальше работать на руднике даба деньги вот они сюда будут быстрее все амбары пусты груз уже отправлен мы опоздали жалкий глупец разуме разумеется не обязательно время тратить отличный план тут тимми за честь отвагу тимми пост не убивает его за честь отвагу опять работа какой у тебя план я скажу свету трусину разумеется направо идем действительно не будем там работать на парень ванути варгалаков отлично ходим конечно за честь и отвагу пушинки тут появились пушинки но и как не хорошо конечно один так против толпы ну вот разумеется того того его неудив отлично отлично выглядели танком но которым ничего не выходит разумеется я вот этот айминус еще один целитель ну тут что ли почему мы будем продолжаться к сожалению большому сожалению ну ладно у нас немножко имеется они нам все и сделают во имя право сделала я эту постройку хелтузен тут стоит и мы сейчас не будем боевать по не не нанимаем немножко обид ну ладно где враг они получат по заслугам кэлтузен пытаются убить бойцов но у него не выходит ну и все мы его по факту убили наивный глупец моя смерть ничего не изменит в целом теперь когда покорение этих земель началась ну как то так вполне неплохо полчаса потратил на прохождение этой миссии долговато хотя можно было ну допустим не трати деньги на несколько первых волн и все ладно я буду на этом пожалуй заканчивать это видео я буду пытаться дальше в следующих видео по три месяца проходить но там будет зависеть от сложности и затрачиваемого времени ну и сколько буду пропускать с вами был я Леонид всем удачи всем пока